Приветствую! Сегодня пару слов про восстановление коннекторов на BMW. Конкретно здесь у меня разъем омывайки с интенсивом BMW E34, одного нашего очень хорошего клубного друга. Проблема была в чем? Разъем ему достался порепанный. И одна фишка была прям надрезана пополам провод, один провод вообще был оторван. Но первоначально дербанить и что-то напаивать особо не надо. Значит тут секрет какой? Снимается вот эта колодка. Дальше, ну я уже вытащил, это я позже расскажу. Дальше мы имеем вот такие вот штекеры, да? Штекер типа мама. Немножко нетрадиционного вида, к которому мы привыкли сейчас. То есть его оттуда надо как-то достать. Выламывать не надо. В чем заключается секрет? В этом штекере есть вот такие юпочки. Усики, которые фиксируются. Вот здесь видно должно быть. Вот там есть порожек. И когда штекер втыкается, получается он распирается в этой колодке. То есть он защелкнулся и обратно уже не вылазит. Как я этот штекер вытаскивал? Для того, чтобы извлечь этот коннектор, да, не штекер. То есть, вся наша работа сводится к тому, чтобы вот эти вот усики зажать. Зажать обратно. Берем иголку, берем коннектор и по кругу вот так вот его прожимаем. Прожимаем прям до конца, до упора, без сильного фанатизма. Где-то чувствуется, где попали, чувствуется, где не попали. Так, пару раз проходим по кругу. Получается, что вот эти усы мы максимально поджимаем. Потом небольшим усилием, ну, я брал маленькие пассатижи. Беремся за металл и аккуратненько его выдергиваем. Штекер вылазит. Делает он это на самом деле не очень охотно, поэтому показывать не буду. Ну, вот, я думаю, вы поверите, я два уже излег. Один я спаял, припаял вот к этой части, переобжимать не стал, потому что, на удивление, не смог разжать вот этот фрагмент штекера. Что приятно в этом разъеме? Во-вторых, он двухслойный, то есть, юбка на нем одета сверху. Юбка дополнительно его контролирует, чтобы он не разжался, чтобы был контакт. И что самое приятное, что вот меня просто поразило, это то, что если вот так вот поковырять, то мы там видим медь. То есть, разъем не омедненный, а прям медный. Паяется после зачистки великолепно. Ну, сейчас я один спаял уже. Сейчас я припаяю второй, соберу это все и отдам хозяину, счастливому обладателю BMW E34. Ну, если кому-то это видео было полезно, о структуре этого штекера, ну, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, донатьте. Я пропаял штекер, и теперь самое главное, перед тем, как собрать все обратно, надо не забыть эту юбочку разжать, иначе штекер будет плохо держаться в разъеме. И при включении, а мы с вами знаем, какие жесткие коннекторы на BMW, при включении разъема может быть неудобная проблема. Ну, теперь ставим обратно. Щелк. Все, на месте. Щелк. Все. Ремонт окончен. Без какого лишнего колхоза. Продолжение следует.